В начале прошлого видео я утверждал, что бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как меняются пейзажи в окне медленно плывущего поезда. Однако в процессе монтажа я понял, что есть еще и четвертая вещь, на которую можно также смотреть бесконечно. Это окрестности швейцарских гор с высоты птичьего полета. Продолжение следует... Итак, следующая наша остановка – это маленький городок Интерлакен, туристическая столица региона Бернский Аберланд. Или по-русски Бернское Нагорье. Город расположен между двух озер, а с юга его окружает горное трио – Эйгер, Менх и Юнгфрау. Летом Интерлакен – мекка пара планеристов. Кажется, что им немного тесно в небе над городом. Но мы первым делом идем к фуникулеру, который за 30 франков доставит нас на гору Хардер-Кульм. Конечно, можно подняться туда и пешком, но это займет 2-3 часа нашего ценного времени. На горе Хардер-Кульм расположена смотровая площадка – визитная карточка Интерлакена. С нее открывается изумительный вид на горы, озера и расположенный между ними городок, кажущийся совсем игрушечным. Смотровая площадка выполнена в виде висящего над пропастью моста со стеклянным окном, сквозь которое видны верхушки елей. Продолжение следует... На следующий день мы едем поближе к горам. Напротив легендарной северной стены Эйгера, на высоте тысяча с лишним метров над уровнем моря, расположен небольшой курортный городок – Гриндельвальд. Зимой это популярный горнолыжный курорт, а летом – райское место для прогулок и хайкинга. Продолжение следует... Продолжение следует... В первую очередь, конечно, мы едем вдоль северной стены Эйгера к станции Кляйн-Шайдек. Эйгер, или по-немецки Айгер, имеет высоту 3970 метров над уровнем моря. Это самый восточный пик гребня, который также включает горы Мюнх и Юнгфрау и представляет собой одну из самых символических достопримечательностей швейцарских Альп. Северная стена Эйгера имеет высоту от подножья 1800 метров и является самой большой северной стеной в Альпах. Гриндельвальд во многом обязан Эйгеру развитием туризма. Уже в середине 19 века на волне набиравшего популярность альпинизма он превратился в популярный курорт для иностранцев. Местные горные проводники начали подниматься на вершине вместе с английскими туристами. Впервые подняться на Эйгер удалось в 1858 году по западному маршруту. Однако северный склон, вдоль которого мы едем, оставался неприступным еще долгое время и был пройден только в 1938. Сегодня у нас восхождение. Мы едем выше. На остановке Кляйн-Шайдек нужно пересесть на поезд, идущий к самой высокой железнодорожной станции Европы, расположенной на седловине между горами Юнгфрау и Мюнг на высоте 3470 метров над уровнем моря. По пути поезд делает две остановки на станциях Эйгерглетчер и в скале на станции Эйсмир, где есть время спокойно покурить и насладиться видами окрестных гор и ледников. Конечная станция Юнгфрау Йох. Здесь нас ждет настоящее высокогорье. Итак, внимание, Наташа сегодня забыла Кремль. Хорошо, что хоть очки взяли. Круто. Ну как? Круто. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Минут на 30-40 можно прогуляться выше, до горного приюта Мюнх-Хютте А если есть снаряга, опыт и немножко отваги, даже сходить на гору Мюнх, высота 4107 метров На обратном пути можно покататься на санках, если вам это еще не надоело дома зимой Или на зиплайне Судя по толпам китайцев и индусов, снежные аттракционы летом чрезвычайно востребованы На смотровой площадке и обсерватории тоже не протолкаться Красиво, черт побери Вот это Мюнх, 4107 метров А это Юнгфрау, 4158 метров В тоннеле, ведущем к нижней смотровой площадке, тоже интересно Сначала на стенах меняются пейзажи Будто бы ты восходишь на гору в 18 веке с первыми альпинистами Имена первых увековечены на стенах в виде деревянных брусочков Потом ты видишь, как строилась самая высокая в Европе железная дорога Снаряжение, люди, инструменты и механизмы В основном, конечно, ручной труд В заключении, вам любезно предоставить возможность Пройти по тоннелю внутри ледника И даже побродить по лабиринтам На смотровой площадке тоже есть чем заняться Можно, отстояв час в очереди, сфотографироваться со швейцарским флагом Можно сделать селфи на фоне гор А можно даже покормить альпийских галок Если вы не все еще свои чипсы съели Если у вас есть ТикТок или Инстаграм Не забудьте захватить букетик Чтобы получились незабываемые фото И самый приятный бонус этого восхождения Если вам надоест или погода в горах испортится Вы за 30 минут сможете спуститься на 2,5 километра в Гриндельвальд И наслаждаться бокалом вина и горячей раклетой в местном ресторане В Гриндельвальде не обязательно куда-то ехать Можно просто погулять по улочкам города Забрести на окраину Посмотреть, как живут фермеры И купить в холодильнике самообслуживание Местный сыр Или другие фермерские продукты Можно сыр брать Сколько денег не написано Сколько считаешь нужным Столько и кладешь Открываешь холодильничек И берешь сыр и колбаску любую А нет, там ценник написан Вон 9,50 сыр 9 колбаса Говорят, что в окрестностях Гриндельвальда Самый красивый обзор открывается с площадки Фирст Или Фёст по-английски Мы должны проверить это И рано утром выдвигаемся на гору Путь наверх займет около 3,5 часов По асфальтированной пешеходной дорожке Но нам это кажется скучным И мы идем на канатную дорогу Фирст Бан Субтитры сделал DimaTorzok Конечная станция Канатки Находится невысоко Всего лишь 2167 метров Тут довольно прохладно Но в награду вас ждут восхитительные виды На Эйгер И еще на пару других Менее известных гор Ватерхорн 3701 метр И Шрекхорн 40078 Субтитры сделал DimaTorzok Кроме великолепных видов На Фирсте к вашим услугам 100 километров горных маршрутов Летом А зимой Более 120 километров Горнолыжных трасс Правда даже в конце июня Многие тропы все еще закрыты А великолепные озера скованы льдом Но самая популярная достопримечательность Фирста Конечно тропа над пропастью Идущая вокруг всей горы И заканчивающаяся изящным завитком Повисающим над бездной Проход по ней очень узкий Поэтому чтобы сфотографироваться Снова придется постоять в очереди Продолжение следует... Продолжение следует... Так как у нас есть волшебный Свистпасс Мы спустившись с канатки Идем на другую сторону Гриндельвальда На железнодорожный вокзал Метеопрогноз в Швейцарии Точен как и расписание движения поездов Поэтому мы едем в Венген Ведь там обещают хорошую погоду По пути две пересадки Но это не напрягает Ожидание поезда 3-5 минут В итоге уже через час Мы в другом ущелье И едем в подвесном подъемнике На гору Менлинхен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из Менлинхена обратно в Гриндельвальд Зимой можно скатиться на лыжах А сейчас мы вернемся в Венген Сядем на поезд И поедем через перевал Через станцию Кляйн-Шайдек Чтобы вновь полюбоваться красотой гор Которая никогда не повторяется Дождик и солнце Швейцария страна гор и горных поездов Можно бесконечно ездить и любоваться Нужно только сесть с правильной стороны Субтитры создавал DimaTorzok Потом можно выйти, пройти станцию пешком И снова сесть в поезд Покупайте проездной SwissPass Если планируете ежедневно ездить на поездах Он также дает скидку на фуникулеры И подъемники от 30 до 50% Я показал вам всего два района Цермат и Бернский Аберланд А как же Санкт-Морец и Лагана Спросите вы Люцерн с его великолепным пилатусом Сюрих Нет, братцы, давайте в следующей серии А то я что-то устал монтировать Да и вы, наверное, устали от красот Подписывайтесь и ставьте колокольчик Ведь YouTube со своими алгоритмами Иногда забывает рассказать вам О моем новом интересном ролике А рыться на странице канала В закладке видео Не у всех есть время Поэтому колокольчик рулит Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка АПЛОДИСМЕНТЫ